Добрый день уважаемые коллеги, как меня слышно, тестируем звук, отлично. Добрый день уважаемые коллеги, мне очень приятно находиться здесь. Я благодарен медицинскому сообществу «Доктор на работе» за это приглашение, за возможность общения с вами. И темой нашей сегодняшней встречи будет «Фармакоэкономика как инструмент оценки эффективности использования ресурсов в системе здравоохранения». С вашего позволения, мне хотелось бы разбить нашу встречу на две основные составляющие. В первой части, которая займет примерно 15 минут, мы обговорим с вами основные методические моменты проведения фармакоэкономических исследований, после чего вы сможете задать интересующие вас вопросы. И во второй части нашей встречи я вам приведу в примеры варианты уже готовых фармакоэкономических исследований в различных нозологиях и заболеваниях. Итак, давайте начнем. В условиях ограничения бюджетного финансирования в системе здравоохранения особого внимания требует процесс выбора рациональных решений в области распределения финансовых и иных ресурсов. Совершенно очевидно, что принятие таких решений не может быть результатом случайной мотивации. Оно должно основываться на анализе существующих альтернативных вариантов медицинских технологий с учетом требований к их реальному ресурсному обеспечению, оценок близких и отдаленных последствий принимаемых решений и также некоторых этических аспектов. Изучение альтернатив диагностики, лечения и профилактики заболеваний является предметом фармакоэкономики. Таким образом, одним из важнейших составляющих фармакотерапии является ее экономическая целесообразность. Итак, что же такое фармакоэкономика? Фармакоэкономика – это наука, которая изучает соотношение между затратами и эффективностью, безопасностью и качеством жизни пациента при применении альтернативных медицинских схем. И фармакоэкономические исследования – это совокупность способов и приемов, позволяющих дать оценку экономических и клинических преимуществ, сравниваемых медицинских или фармацевтических технологий. Следует обратить ваше внимание, что необходимость проведения фармакоэкономических исследований закреплена законодательно в нормативных актах Минздрав соцразвития. Причем по правилам фармакоэкономических исследований данные клиникоэкономического анализа из страны А не могут быть экстраполированы на страну В в связи с разностью в законодательстве этих стран, возможно с разностью стоимости препаратов или практиками применения препаратов. Таким образом необходимо проведение отечественных российских фармакоэкономических исследований. Так где же применяются фармакоэкономические исследования? На государственном уровне с целью рационального использования финансовых ресурсов здравоохранения, для разработки стандартов лечения, формуляров и рекомендаций с целью включения в них эффективных и безопасных лекарственных средств. На уровне практикующего врача с целью выбора наиболее рациональной с финансовой точки зрения и эффективной с клинической терапией при определенной нозологии. При проведении любого фармакоэкономического исследования необходимо соблюдать некую этапность. Итак, на первом этапе проводится анализ эпидемиологии заболевания. То есть выявляется, является ли заболевание орфанным или широко распространенным. Является ли заболевание социально значимым. Далее проводится сегментация популяции больных, которая может проводиться по гендерному признаку, по возрастному призраку, возможно по каким-то еще признакам, присущим определенной нозологии. Далее оцениваются виды и объемы оказания медицинской помощи при определенном заболевании. Далее проводится анализ и выбор критериев эффективности, по которым будет проводиться клинико-экономический анализ. Определяется вид затрат и на последнем этапе выбирается дизайн фармакоэкономического исследования. Какие могут использоваться показатели клинической эффективности при проведении клинико-экономического анализа? В первую очередь это прямые клинические эффекты. Например, достижение целевого уровня артериального давления в кардиологии, клиренс HBS антигена и снижение уровня HBV, ДНК, вирусологии, гипотологии или устранение симптомов заболевания по любой интересующей нозологии. Возможно, это снижение смертности, инвалидизации или увеличение продолжительности жизни пациента. Опосредованные клинические эффекты представляют собой снижение частоты осложнений или повторной госпитализации, необходимость повторного применения медицинской технологии. Также может оцениваться качество жизни пациента по так называемому показателю квали. Виды затрат. Какие же существуют виды затрат? В первую очередь это прямые затраты, как медицинские, так и немедицинские. Затраты, напрямую связанные с заболеванием или вмешательством. Ресурсы, которые должны быть использованы в связи с заболеванием. Прямые затраты в своей общности больше всего представляют, конечно, затраты бюджетов здравоохранения или пациента. Могут учитываться также непрямые затраты. Это затраты, косвенно связанные с некой нозологией или медицинским вмешательством, или медицинской технологией. Или потерянные ресурсы, которые не были произведены в связи с заболеванием. В первую очередь это могут быть показатели снижения, например, ВВП. Это может быть выплата пенсий по инвалидности. Это могут быть затраты на сестринское сопровождение инвалидизированных пациентов. Итак, переходим к самому интересному. Какие же методы фармакоэкономического анализа применяются как в России, так и в мире? Первый и самый простой – это анализ стоимости болезни, который проводится с целью оценки экономического ущерба при определенной нозологии. Следующий метод – это метод минимизации затрат. Он проводится в случае равной эффективности исследуемых медицинских технологий. Метод затраты и эффективность позволяет выявить соотношение затрат и клинических результатов при двух и более медицинских вмешательствах с различной стоимостью и эффективностью. Метод затраты и полезности отображается в единицах полезности для пациента и обычно отражается показателями квали и лайк. Анализ затраты выгода практически не применяется, хотя и существует. Это тип клиника экономического анализа, при котором как затраты, так и результаты представлены в денежном выражении. Очень часто при проведении фармакоэкономических исследований применяются методы моделирования. Давайте рассмотрим наиболее часто применяемые методы фармакоэкономического анализа. Первый – это анализ стоимости болезни. Метод изучения прямых затрат, связанных с введением пациентов при определенной нозологии, а также связанных с нетреспособностью и преждевременной смертностью. Метод, конечно, не совсем репрезентативен и считается в среднем на пациента, однако стал применяться достаточно давно. Еще в 60-70-х годах прошлого века группы советских ученых проводили некие клиникоэкономические исследования выявления фармакоэкономических аспектов в тотальной вакцинации населения от социально значимых заболеваний. Сейчас этот метод на самом деле практически не применяется. Самым применяемым методом фармакоэкономического анализа является метод затраты эффективность, который демонстрирует соотношение затрат и результатов при двух и более медицинских вмешательствах с разной эффективностью. Рассчитывается он по формуле затраты, деленные на эффективность технологии. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Итак, мы имеем с вами две технологии с различной стоимостью и эффективностью. Первая технология А стоит 500 рублей на пациента и ее эффективность составляет, например, 80%. Технология Б стоит 400 рублей на пациента и эффективность ее составляет порядка 70%. Обладая данными о стоимости терапии и ее клинической эффективности, мы можем рассчитать показатели затрат и эффективность для группы пациентов, например, для 100 человек в каждой группе. Таким образом, для первой технологии на 100 пациентов мы потратим 50 тысяч рублей, делим на 80% показатель эффективности и получаем показатель затрат и эффективность для первой технологии 665. Для второй технологии подобные расчеты демонстрируют нам этот показатель на уровне 571. При выявлении наиболее предпочтительного показателя затрат и эффективность мы должны стремиться к минимизации данного показателя. Таким образом, технологии Б с точки зрения фармакоэкономики предпочтительнее по сравнению с технологией А, несмотря на то, что технология А имеет более высокий клинический результат. Следующим методом фармакоэкономического анализа, который достаточно часто применяется, это метод минимизации затрат, который демонстрирует соотношение медицинских технологий с разной стоимостью, но и известной одинаковой эффективностью. В рамках минимизации затрат мы можем учитывать как прямые, так и непрямые затраты. В данном случае мы, зная одинаковую эффективность двух сравниваемых технологий, делаем акцент на затратах и выявляем наибольшие затраты в одной из сравниваемых групп. Так, например, в нашем случае опять технология Б, клинике экономически эффективней по сравнению с технологией А. Достаточно часто в литературе, как в зарубежной, так и в отечественной проводится фармакоэкономический анализ с определением показателей затрат и полезности, который определяется показателем квали, годы сохраненной качественной жизни, и показателями лайк, годы сохраненной жизни. Однако, я бы хотел обратить ваше внимание, что в Российской Федерации данный показатель не является репрезентативным для людей, которые принимают решения в области распределения бюджетов и финансирования здравоохранения, поскольку в ситуации ограниченных финансовых ресурсов человек, принимающий решение, безусловно, отдаст предпочтение не к качеству жизни пациента, а достижению некого клинического результата с наименьшими затратами. Достаточно часто применяется в фармакоэкономике моделирование. Моделирование применяется в первую очередь в состоянии неопределенности, когда недостаточно клинических данных или не существует прямых клинических исследований head-to-head для фармакоэкономического сравнения двух, трех или более технологий. Наиболее часто это дерево решений, которое вы видите справа. Это диаграмма, которая иллюстрирует все возможные исходы применительно конкретной клинической ситуации, а также модель Маркова, которая описывает несколько различных состояний и вероятность перехода между ними с течением времени. Моделирование фармакоэкономики. Давайте рассмотрим небольшой пример. Так, например, в рамках моделирования мы можем взять клинические данные из клинического исследования А, проведенного в 2008 году, например, в Германии, и клинические данные у одной и той же нозеологии из клинического исследования Б, проведенного в 2010 году, например, в Нидерландах, и свести их в одну фармакоэкономическую работу. На самом деле, достаточно часто приходится применять моделирование при проведении клинического анализа. Однако, при применении моделирования точность расчетов немного падает, поэтому необходимо проводить при проведении клинического анализа анализ чувствительности результатов. Наиболее перспективным методом клиникоэкономического анализа и самым молодым, пожалуй, является анализ влияния на бюджет, при котором проводится сравнительная оценка финансовых затрат при определенном заболевании, причем данная оценка проводится на этапах до и после внедрения новой технологии. Следует обратить внимание, что при проведении анализа влияния на бюджет необходимо четко представлять адресата исследования, то есть держателя бюджета. Уровень бюджета, например, это бюджет региональный, федеральный, муниципальный или иной. И структуру бюджета, например, входят ли в данный бюджет затраты на лекарственное обеспечение, инструментальное сопровождение и так далее. На первую строчку при проведении анализа влияния на бюджет выходят показатели, указанные на левой стороне слайда. Если с правой стороны указаны показатели, наиболее важные для пациента, для него гораздо более важна эффективность препарата и долгосрочный период клинической эффективности препарата, то для держателя бюджета и при проведении анализа влияния на бюджет наиболее важны такие характеристики, как затраты и эффективность и кратко- и среднесрочный период прогнозирования. В рамках моделирования стоит обратить ваше внимание, что анализ влияния на бюджет – это всегда моделирование затрат. Поэтому необходимо четко представлять число и особенности групп пациентов, знать эффективность и стоимость текущего медицинского вмешательства, эффективность и стоимость нового медицинского вмешательства, определить четкий временной горизонт и определить ресурсы, имеющиеся в момент времени. Как я уже говорил, временной горизонт не может быть очень длинным. Наиболее предпочтительным временным горизонтом при проведении анализа влияния на бюджет является один год, разбитый поквартально или помесячно. Такой вариант наиболее репрезентативен для держателя бюджета, для лица, для которого проводится анализ влияния на бюджет. Примерно в виде такой таблицы представляются результаты анализа влияния на бюджет. Указываются затраты на терапию, на основной препарат и на дополнительные препараты, затраты на визиты к врачу или визиты врача, на лабораторный контроль. Следует обратить внимание, что применение новой технологии медицинской может быть затратно в первом периоде времени. Однако принести свои клинико-экономические преимущества в последующих периодах времени. Таким образом, если существует подобная ситуация, это должно быть отражено в виде этой таблицы или каких-то сносок. Таким образом, фармакоэкономический анализ востребован на всех уровнях принятия управленческих решений. Проведение клинико-экономических исследований требует четкой научной методологии для обеспечения их достоверности и репрезентативности. Фармакоэкономика является важнейшим инструментом при выборе рациональных решений в области распределения ресурсов здравоохранения. На этом разрешите закончить первую часть нашей встречи. И если у вас есть какие-то вопросы, то я постараюсь на них ответить. Так, я вижу первый вопрос. Заменяет ли метод анализ влияния на бюджет метод затрата и эффективность? Дело в том, что применение метода анализ влияния на бюджет требует включения в себя методов затрата и эффективности или метода минимизации затрат. Они не являются взаимозаменяемыми. В рамках анализа влияния на бюджет мы должны учитывать не только затраты на проводимую терапию, но и ее эффективность. Хотя для держателя бюджета, безусловно, самым важным показателем будут являться затраты на новую медицинскую технологию. Больше нет вопросов? Хорошо. Договорились коллеги. Тогда давайте продолжим. Я приведу примеры некоторых фармакоэкономических исследований, проведенных нами. Сердечно-сосудистые заболевания в течение последних десятилетий являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности населения во многих странах мира. В России в 2000-е годы доля смертности от болезни системы здравоохранения составляет более 50% среди всех причин смертности. Одновременно с этим в стране регистрируется рост абсолютного числа заболевших артериальной гипертензией. Поскольку артериальная гипертензия является и самостоятельным заболеванием, и независимым фактором развития ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, сердечной и почечной недостаточности, инсульта и ряд других значимых для жизни состояний, необходимость гипотензивной терапии не вызывает сомнений. Изучение вопросов о затратах На лечение артериальной гипертензии с точки зрения государственного финансирования обязывает учитывать социально-демографические и клинические характеристики лиц, получающих льготные лекарственные обеспечения. Как известно, большую долю среди них составляют пациенты пожилого возраста. В связи с этим необходимо особое внимание обратить на применение лекарственных средств, наиболее эффективных в этой возрастной группе. К таким препаратам относится, например, препарат Лерконидепин. Таким образом, целью работы стал фармакоэкономический анализ применения препарата Лерконидепин и Лазартан у пациентов с легкой и умеренной гипертензией пожилого возраста. При построении модели за основу были взяты данные рандомизированного двойного слепого клинического исследования по оценке эффективности и переносимости Лерконидепина и Лазартана у пациентов с легкой и умеренной артериальной гипертензией. Учитывая режимы терапии, включая дозы препаратов, продолжительность наблюдения, достигнуты результаты снижения артериального давления на каждой стадии исследования. Итоговые показатели эффективности, сведения о побочных эффектах возникших при применении Лерконидепина и Лазартана. Соответственно этому, в разработанной модели рассматривали лечение артериальной гипертензии в двух равных по числу, по 100 человек каждый, и сопоставимых по клиническим, демографическим и иным характеристикам группах пациентов, получающих первая группа Лазартан, вторая группа Лерконидепин. Предусматривали, что исходно Лерконидепин назначают в дозе 10 мг в сутки однократно, Лазартан 50 мг в сутки однократно. Через 8 недель непрерывной терапии в обеих группах оценивали гипотензивный результат и при отсутствии достаточного снижения артериального давления дозу препаратов увеличивали вдвое. Следующие 8 недель Лерконидепин в дозе 20 мг в сутки принимали 51% пациентов в группе, а Лазартан в дозе 100 мг в сутки 45% пациентов в группе. Вероятность увеличения дозы в группах определена по показателю достижения целевых значений артериального давления. Общий установленный временной горизонт в модели составил 16 недель. Показателем клинической эффективности проводимой терапии в условиях модели считали частоту достижения целевого значения артериального давления. Принимали в расчет значения этого показателя в первой и второй фазах исследования. Итоговое значение на конец 16 недели непрерывной терапии. При расчете затрат учитывали только прямые затраты на сравниваемые лекарственные препараты в связи с тем, что сопутствующие терапии при стратегии рассмотрения указанных препаратов значительно не отличались. При моделировании затрат на фармакотерапию артериальной гипертензии в рассматриваемых группах выявлено, что стоимость 16 недельного лечения в группе пациентов, получающих лерконидипин, составляет 196 тысяч рублей, а в группе получающих лазартан – 301 674 тысячи рублей. Обладая данными о затратах на терапию и ее эффективности, были рассчитаны показатели затраты эффективности по результатам непрерывной 16 недельной терапии. Эти показатели для группы лерконидипина составили 2762 рубля, а для группы лазартана – 4641 рубль. Таким образом, по показателю затратной эффективности терапия препаратом лерконидипин в два раза превосходит препарат лазартан. Следующей нозологией, о которой мне хотелось бы с вами поговорить – это противовирусная терапия при хронических гепатитах. Дело в том, что хронические гепатиты являются одной из основных причин хронических болезней печени и могут вызывать такие заболевания, как цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, а в ряде случаев вызывают необходимость трансплантации данного органа. В связи с этим стоит острый поиск эффективных стратегий лечения, снижающих данные риски. Такой клинически эффективной стратегией считают применение фигилированных интерферонов. Международные рекомендации при лечении хронического гепатита С предусматривают применение стандартных интерферонов плюс рибаверин и пигилированных интерферонов плюс рибаверин. При стратегиях лечения хронического гепатита В пигилированные интерфероны и группу нуклеозидных аналог. Давайте для начала рассмотрим противовирусную терапию при хроническом гепатите С. Так, на первом этапе нашего исследования нами были проанализированы результаты клинических исследований пигилированных интерферонов. Большинство зарубежных клинических исследований, таких как Асцион, Руми и другие, продемонстрировали значительно большую эффективность и безопасность терапии хронического гепатита С пигилированным интерфероном Альфа-2А. Однако, в исследовании Идеал различия в эффективности и безопасности пигилированных интерферонов Альфа-2А и Альфа-2А-Б не являлись статистически достоверными. Такой нейтральный результат, на наш взгляд, был более предпочтительным при проведении анализа влияния на бюджет. Поскольку стоимость препаратов практически равна, нами был разработан и введен в модель показатель рационального использования препарата, который позволяет количественно описать экономическую эффективность конкретного лекарственного препарата с учетом возможности его полезного использования. Последнее вытекает из формы выпуска и дозы, содержащейся в одной единице лекарственной формы, упаковки и некоторых других моментов, связанных с особенностями практики применения препарата. При расчете на пигелированные интерфероны показатель рационального использования препарата имеет очень важное значение, поскольку при лечении хронического гепатита С доза пигелированного интерферона Альфа-2Б рассчитывается исходя из массы тела пациента и, соответственно, часть препарата остается невостребованной и утилизируется. Напротив, доза пигелированного интерферона Альфа-2А не зависит от массы тела и единица препарата расходуется полностью. Так, принятое в нашем исследовании, необходимое количество пигелированного интерферона Альфа-2Б составляет 127,5 мкг при дозированном объеме препарата 150 мкг. Количество нерационально используемого препарата на одно введение составляет 22,5 мкг. Исходя из стоимости дозировки в соответствии с ценами перечни ЖНВЛП, стоимость нерационально используемого препарата на одно введение составляет 1320 рублей. А на курс лечения хронического гепатита С генотипов 1 и 4 на одного пациента достигает 63 395 рублей. Соответственно, в рассматриваемой нами группе из тысячи пациентов, которые получают терапию препаратом пигелированный интерферон Альфа-2Б, нерациональные затраты бюджета здравоохранения по показателю рационального использования препарата превышает 63 млн. рублей. Анализ чувствительности результатов по показателю рационального использования препарата выявляет зависимость потерь бюджета здравоохранения от количества пациентов, получающих пигелированные интерфероны Альфа-2А и Альфа-2Б. Так, увеличение частоты назначения пигелированного интерферона Альфа-2А в группе из тысячи пациентов, соответственно, уменьшение доли получающих пигелированный интерферон Альфа-2Б на 10%, позволяет снизить нерациональные затраты бюджета здравоохранения по показателю рационального использования препарата на 6 млн. 339 тыс. рублей. А переход на 100% назначение пигелированного интерферона Альфа-2А дает возможность снизить нерациональные затраты на 63 млн. рублей. Следует обратить внимание, что нерациональные затраты бюджета здравоохранения отмечаются практически при всех схемах назначения пигелированного интерферона Альфа-2Б. На данном слайде указаны потери при применении препарата в микрограммах в зависимости от массы тела пациентов. Как вы видите, потери отсутствуют только в двух весовых категориях пациентов. Это 80 и 100 кг. Во всех остальных случаях потери весьма и весьма значительны. На следующем слайде представлены потери, нерациональные затраты бюджета здравоохранения в денежных единицах. Как вы видите, здесь наблюдается та же ситуация. Потери отсутствуют в двух категориях пациентов 100 и 80 кг. А в некоторых случаях, например, в весовых категориях 40 и 55 кг, нерациональные затраты бюджета здравоохранения превышают рассматриваемые нами в данном конкретном случае. Далее мы оценили показатель упущенных возможностей. При моделировании и применении пигелированных интерферонов в рамках анализа влияния на бюджет нами принималось, что пигелированный интерферон Альфа-2А еще не введен в практику лечения хронического гепатита С. В результате проведенного нами исследования выявлено, что введение в модель препарата пигелированный интерферон Альфа-2А и применение препаратов пигелированный интерфероны Альфа-2А и Альфа-2Б в соотношении 1 к 1, то есть по 500 человек в каждой группе, позволяет дополнительно пролечить за счет бюджетных средств 79 пациентов в рамках построенной модели. А переход на 100% применение пигелированного интерферона Альфа-2А позволит дополнительно пролечить 159 пациентов. Таким образом, применение пигелированного интерферона Альфа-2А в данном случае можно назвать простым доминированием из-за меньших затрат и более высокой клинической эффективности. Далее давайте рассмотрим противовирусную терапию при хроническом гепатите В. Следует обратить Ваше внимание, что наиболее часто задачи лечения хронического гепатита В считают достижение неопределяемого уровня HBV ДНК. Однако наиболее точным критерием окончания терапии в данной группе пациентов является достижение HBE-антиген сероконверсии и клиренс HBS-антигена. Причем для HBE-антиген негативных пациентов, которые наиболее тяжело поддаются лечению, конечной точкой терапии всегда являются клиренс HBS-антигена. Трудности достижения этой цели при применении лекарственных средств, обладающих только прямым противовирусным действием, это группа нуклеозидных аналогов. Объясняю тот факт, что длительность терапии для HBE-антиген негативных пациентов не определена. Так, если говорить о нуклеозидных аналогах, то их прием становится практически пожизненным. В то же время курс лечения эпигелированным интерфероном Альфа-2А ограничен 48 неделями. Однако стоит отметить, что нуклеозидные аналоги и эпигелированные интерфероны существенно различаются как по стоимости упаковки препарата, так и абсолютной стоимости курса терапии. В связи с этим целью настоящей работы стала сравнительная оценка прямых затрат на фармакотерапию при применении нуклеозидных аналогов эпигелированного интерферона Альфа-2А у HBE-антиген негативных пациентов. Следует обратить ваше внимание, что при применении нуклеозидных аналогов достаточно часто развивается резистентность. Плюс к этому, это очень хорошие препараты с хорошо изученным профилем безопасности. Однако при их отмене через 6 месяцев у 90% пациентов развивается рецидив заболевания. Так, нами были смоделированы затраты на терапию в группе нуклеозидных аналогов и в группе эпигелированного интерферона Альфа-2А по 1000 человек в каждой группе. Обладая данными о стоимости проводимой терапии и клинической эффективности через 1 год и через 5 лет, были определены показатели затраты эффективности. Установленный временной горизонт в разработанной модели составил 6 лет. В течение этого времени в первой группе пациента получают нуклеозидные аналоги 5 лет с последующим контрольным наблюдением в течение года. Такой прием нуклеозидных аналогов принят, исходя из рассмотренной выше высокой частоты рецидива хронического гепатита В при отмене данной группы лекарств. Во второй группе пациента получают пигелированный интерферон 48 недель, после чего осуществляется длительное контрольное наблюдение. Таким образом, нами были рассчитаны показатели затраты эффективности. При применении различных временных горизонтов мы можем наблюдать клинико-экономическую эффективность пигелированного интерферона Альфа-2А по показателю снижения уровня HBV-ДНК как через 1 год, так и через 5 лет терапии. Плюс ко всему, процент успеха терапии по клиренсу HBS-антигена значительно выше в группе нуклеозидных аналогов. И последнее клинико-экономическое исследование, которое я хотел бы озвучить для вас и потом может получить от вас какие-то вопросы, это фармакоэкономические аспекты стратегии применения препарата цитикалин при остром ишемическом иссульте. Следует обратить внимание, что одной из ведущих причин смертности и инвалидизации пациентов как в мире, так и в Российской Федерации, является острое нарушение мозгового кровообращения. По оценкам экспертов, в нашей стране ежегодно регистрируется до 450 тысяч мозговых инсультов, доля которых в структуре общей смертности составляет более 20%, уступая только смертности от ишемической болезни сердца. Причем, среди выживших больных более чем у половины не восстанавливается бытовая независимость и, по данным госпожи Скворцовой, до 80% из них необратимо утрачивают трудоспособность. Таким образом, инсульт наиболее частая причина стойкой инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Одним из основных направлений лечения инсульта в острой стадии является нейропротекторная терапия. Лекарственный препарат цитикалин, который представляет собой промежуточный метаболит биосинтеза фосфолипидов мембран, является единственным препаратом группы нейропротекторов, включенного в международные рекомендации по лечению инсульта в 2008 году. Так, согласно данным метаанализа автора WSS авторы, терапия препаратом цитикалин, начатая с первой часы после развития симптомов ишемического инсульта средней и тяжелой степени, значительно улучшает как общий показатель восстановления неврологических функций, так и полное восстановление функционального состояния больного через 3 месяца после развития заболевания. Причем, эффективность цитикалина является дозозависимой. Наибольший клинический эффект наблюдается в группе применения препарата в дозе 2000 мг внутривенно в сутки. Таким образом, применение цитикалина в периоде острого инсульта может дать дополнительные возможности лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения и снижение как прямых, так и косвенных финансовых затрат на ведение данной группы пациентов. В рамках построенной модели проводилось сравнение двух групп пациентов после перенесенного ишемического инсульта по 100 пациентов каждый. В первой группе пациенты получали стандартную терапию, то есть определенную по результатам стоимости койка дня из расчета 21 день в стационаре, во вторую стандартную терапию плюс препарат цитикалин в дозировке 2000 мг в течение первых 10 суток после развития острого инсульта, далее в течение 74 суток препарат цитикалин перорально в дозировке 1000 мг в сутки. Временной горизонт исследования составил 12 недель. Обладая данными о стоимости проводимой фармакотерапии и ее эффективности были рассчитаны показатели затраты эффективности. Как вы видите, стратегия лечения с применением препарата цитикалин по показателю затраты эффективности значительно превосходят стратегию применения стандартной терапии. Хотя затраты, безусловно, в группе лечения с препаратом цитикалин на несколько процентов превышают таковые в группе стандартной терапии. Таким образом, применение данного препарата клиника экономически обосновано. Далее нам было рассчитано социально-экономическое бремя. Было выявлено, что при применении препарата цитикалин у всех пациентов с шимическим инсультом на территории Российской Федерации только за один год, это даст возможность снизить затраты на пенсии по инвалидности практически на 1 миллиард рублей. И снизить потери ВВП также с временным горизонтом только один год на 5 миллиардов рублей. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Пожалуй, это все, что я хотел сегодня донести до вас. Если у вас есть какие-то вопросы, то я постараюсь максимально полно на них ответить. Это вам большое спасибо, уважаемые коллеги, за ваше внимание. Возник вопрос. Препараты в ходе фармакоэкономического анализа оригинальные или дженерики? Да, большое спасибо, очень хороший вопрос. Дело в том, что в ходе достоверных клинических исследований в основном анализируются оригинальные лекарственные препараты. И соответствие клинической эффективности дженерика препарату-оригинатору никогда не может быть равно 100%. Поэтому при проведении фармакоэкономических анализов анализа в первую очередь анализируются оригинальные препараты с достоверными клиническими исследованиями. Однако, можно ввести и препараты дженерики с некими допущениями. Например, в рамках анализа влияния на бюджет мы можем моделировать эффективность некого препарата дженерика по сравнению с препаратом-оригинатором. Ответ господину Артему. Артем, будет ли еще лекция? Если с вашей стороны возникнет интерес, что бы я хотел предложить со своей стороны? Вы, вашим замечательным медицинским сообществом, можете сформулировать темы, которые наиболее остро стоят и наиболее интересны для вас. Тогда по вашим предложениям, только по вашим предложениям, я смогу сформировать лекцию. Например, по определенной нозологии. Это может быть кардиология, вирусология, онкология, гипотология, трансплантология, все, что угодно, все, что вам будет педиатрия с удовольствием, Артем. С удовольствием. Это в данном случае зависит только от вас. Если вы сформируете некое экспертное мнение и оставите его на сайте или компетентным лицам, то, безусловно, мы с сообществом доктора на работе сможем подготовить специальную лекцию для вас. Плюс ко всему, закидываю небольшой крючок в будущее. Кроме клиника экономического анализа, мы занимаемся еще клинико-статистическим анализом. То есть, мы прогнозируем заболеваемость и вероятность нахождения пациента в одном из клинических состояний по социально значимым заболеваниям. По этой теме мы также сможем для вас подготовить некую лекцию. Уважаемые коллеги, я еще раз хотел поблагодарить сообщество доктора на работе за такое большое внимание к моей лекции. Большое спасибо, надеюсь на сотрудничество в будущем. Всего доброго, до свидания.